Бу-бу-га-га бу-гу-гу-гу Пи-пи-ка-ка Бу-га-га-а-бу-бу-га-га Чи-ти-ка-ка Слушайте, может он француз? Я не знаю, ну просто так Бу-га-га Может он багет хотел сказать Может он реально француз Может его из Франции здесь потеряли Я чуть не могу понять Честно я в душе не имею понятия Чей это может быть ребенок Степа, ты больше народу в этом городе знаешь У тебя нет идеи Чей это кредель может быть Так может это Катька твоя родила Просто тебе не сказала Степа Если бы у меня был мелкий сын Я бы наверное об этом знал Да, то что Катька родила Ты вот совсем башкой тонулся Гена, ты тоже всех знаешь в этом городе Может у тебя есть какие-то идеи Слушай, а может он из этого, из детдома сбежал Ну кстати, идея-то хорошая Но проблема в том, что у нас в городе нет детдома И он с детдома не мог сбежать И детского садика у нас даже нет Откуда он мог сбежать Так, дети Ку-ку-ку, Титик, Титик Мя-ня, мя-ня Пододи сюда, мелкий номер два Всё, убери Ты ему рогатку дал или что? Нашел себе друга, с которым можно играть Так, детишки, все, тихонечко Рогатки уберите Я обещаю тебе, Титикака, мелкий То, что мы найдем твою мама, папа, бабушка, дедушка Рогатку, рогатку спрячь Молодец Я обещаю то, что мы найдем твоих родителей Но чуть позже, потому что Ядрить-то колотить, мы на свадьбу-то опаздываем Мы в предыдущей серии Еще на свадьбу хотели пойти У нас, мелкий Титикака Ты за нами беги, давай, не отставай У бомжары и Леночки Ветрянкиной Сегодня вот знаменательное событие Знаменательный день Свадьба, и нам нельзя на нее Опаздывать, пошли Опа, так, фаршик, фаршик Курицу вот эту подарим ей Леночке Ветрянкиной и бомжаре Стоят Так, какие Вы только на них Посмотрите, о господи Помилуй, какие красивые Я вас никогда такими красивыми Не видел бомжара Ты че помылся? Выглядишь как настоящий человек Вы только не его посмотрите Он в костюме, в смокинге стоит Леночка, ты всегда прекрасная Но сегодня ты втройне просто прекрасная Господи, помилуй Так, ребятки, вы уже поженились? Или еще нет? Или надо вообще без разницы? Короче, в честь свадьбы В первую очередь Я же тебе курицу фарш сделаешь Вот это В честь свадьбы Я хотел бы с вами поделиться Несколькими новостями Есть и хорошая новость Есть и плохая новость Давайте я все же начну с хорошей новости Титикака, мелкий, ты где? Сюда подойди, ты не бойся Подходи сюда Подойди, подойди Давай, 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 давай Быстренько, быстренько Леночка, мы так подумали То, что, как бы, самый лучший подарок на свадьбу в этой жизни Будет это новый член семьи в вашей семье Поэтому мы решили вам подарить мелкого Титикаку Он вроде француз Но у него имя Титикака Это ваш новый сын Это со свадьбой, ребята Поздравляем, вот все поздравляем Бабжару, поздравляем Лена, ты в обморок шандарахнулась Вы придурки Вы ребенка похитили Ну, не Мы его в лесу нашли Все, все, покажи коляску, которую мы в лесу нашли Покажи коляску Вот, видишь, Бабжара Найти в лесу и похитить Это две разные вещи, Бабжара Мы его нашли Он будет хорошим дополнением к вашей свадьбе Вот в день свадьбы Вот этого нового члена семьи себе заведете Я вас в тюрьму посажу за похищение детей Да, ну, тогда Титикака нет Нет, я тебе обещал, мы тебе другого папу и другого маму найдем Все, иди прячься, а то Бабжара с ума сошел Леночка, ты это, ты вставай Это, если что, была хорошая новость Поэтому приготовьтесь к плохой новости Я даже не знаю, с чего начать, тесное слово Леночка, тут такая вот беда Ты как бы нас отправила за Бабкой Ёшкой За ее мамой, чтобы мы притащили ее на свадьбу Но проблема в том, что Бабки Ёшки твоей дома нет Зато когда мы зашли в дом к твоей матери, Леночка Из шкафа выбежал какой-то нереально странный мужик Который просто нас посмотрел и сиганул со второго этажа И улетел так быстро, как только это было возможно Мы даже обосраться не успели, потому что это слишком было быстро А матушку твою мы так и не нашли, кстати Я даже не знаю, где она А у того мужика, случайно, не красные глаза были? Ну, я не знаю, как-то не заметить Кто-то увидел его, у него красные глаза были или нет? Я не успел разглядеть Ну, красные, красные, задрот, наверное, в компе сидел Степа говорит, красные, да, у него красные были глаза, а что? А у него, случайно, не такая светло-серая кожа была? Да, слушай, Лена, да я не имею понятия никакого Да я не видел Кто-то заметил его или нет? У него светло-серая кожа была Ну, да, да, ну, вроде он такой бледный был Ну, Генка говорит, что да, бледный, а что? Боже мой Именно этого я и опасалась Так, а тут можно немножко поподробней? Чего ты опасалась, Леночка? Моя мама всю жизнь растила меня одна Потому что папа ушел из семьи Но сейчас он, походу, вернулся Так, подожди, Леночка То есть ты хочешь сказать, что это твой батя был в шкафу у мамы твоей дома? А вы когда-нибудь слышали страшные истории про... Про графа Дракулу? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ это набирает дополнительные обороты как я понимаю так продолжай леночка продолжай тогда вы поладите с моим отцом наверное не очень любит общаться с людьми чаще всего их просто есть покойду в могилы выруют геночка помоги ему моей могилы поподожди штаб шарманку остановите праздник ничего не понимаю леночка подожди твоя мама папка ешка и ты хочешь сказать то что твой батя граф Дракула, ты сейчас не шутишь? Да, да, да. Ёперы. А почему он вернулся-то сейчас? Я ничего... А почему он только сейчас вернулся? И что он делал в доме твоей мамы? А её не было-то дома. Что он там забыл? Ну, он её, походу, кокнуть хотел. Она же давным-давно его прокляла. Слушай, бомжара, я тебе, вот честно, я тебе вообще не завидую. Ты себе такую невесту отхватил. Ядрить-таковать и бача, граф Дракула. Мама, бабка-ёшка. А что вы здесь стоите-то тогда? Судьбу забабахали, не забабахали. Ну всё тогда, объявляю вас с мужем и женой. И желаю сдохнуть в один день. Или как там-то правильно говорится. Бомжара, забирай Лену, иди запирайся в мэрии. Забаррикадируй дверью, чтобы туда никто не зашёл. И никто оттуда не вышел. Давай быстро. Так, сусуба... Подоби Лену, подоби Лену, он в оборок упал. Так, ёханый, вот это мелкий номер дот. Титикака, подойди сюда. Так, подожди. С этим с вами графом Дракула и мы чуть позже разберёмся. Сначала надо вот этого мелкого куда-то втюхать. У кого мог пропасть сын? Чей это сын? Вот назовите мне имя, и мы пойдём к тому человеку прямо сейчас. И отдадим ему вот этого ребёнка. Может, это сын Рикардо? О, а чё? Он на тебя похож почти как две капли воды. Ну, почти. Это твой сын? Или ты вдруг знаешь, чей это сын? А когда это твоя Катька родить успела? А почему ты нам об этом не сказал? Рикардо, тебя по башне стукнуть или чё? В смысле, Катька родила? Я тебе повторю то же самое, что я Стёпе сказал. Если бы у меня был сын двухлетний или сколько ему, я бы, наверное, об этом знал. Или Катька как родила и даже мне не сказала два года назад? Да мы два года с ней только знакомы. Рикардо, бесполезный кусок вот этого продавца в моём магазине. Всё, иди встань обратно. Пошли, 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 пошли. Давай, быстро. Слушайте, у меня есть идея, к кому можно прямо сейчас пойти. Но, Стёпка, останься-ка лучше с этим, с Рикардо в магазине. Мы сейчас за тобой вернёмся. Все остальные, пошлите за мной. Пойдём к этой, к жене Стёпе, к Маргаритке. Так, все за мной, все за мной. Проходите, проходите, проходите. Давайте, быстро, 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 мелкий. Вдруг мы сейчас твою маму найдём? Просто Маргаритка Стёпе не сказала то, что у них как бы есть сын. Ты самое главное, если это твоя мама, ты в себя ноги вытирай, собака, как здесь написано, то Ритка тебе по башке веником стукнет. Так, всё, всё, ждём, ждём. Тихо, тихо. Я буду разговаривать, если что. Ритка, открывай, это мы! Здорово, мы тут сына твоего нашли, вот это, ты его потерял, а мы его в лесу нашли. Забирай, Ритка. Вам по башке веником, что ли, стукнуть? Какой ребёнок? Ну вот я тебе и говорил, вот это, если ты ноги не вытришь, она тебе по башке веником стукнет. Так это не твой ребёнок получается? А может ты вдруг знаешь, чей это ребёнок? Так может это сын Михалыча? Может у него ребёнок появился? Хм, ты сын Михалыча? Он походу сам не знает, чей он сын. Всё, Ритка, спасибо, мы тогда к Михалычу пойдём. Всё, давайте за мной, ёханый бабай. Как сложно найти отца твоего и маму. Стёпа, иди сюда. Стёпа, это не твой сын, я тебя разочарую. Я думал, просто Ритка родила тебе, ничего не сказала. Всё, тогда давайте потопали к Михалычу. Ну слушайте, если это не сын Михалыча, я тогда в душе реально не чаю, чей это может быть сын. Я тогда не знаю, кто у нас даже ещё в городе есть, кто мог родить в последнее время. А где Михалыч-то вообще? Я его реально в последний раз не помню, когда я его видел. Михалыч! Слушайте, а мне кажется, его вообще в магазине-то даже нет. А кто его видел? И где его кто видел вообще в последний раз? Чё? Он там валяется, что ли? Забухал, небось? Михалыч! Ты чё, реально уснул там на рабочем месте, или чё? Михалыч! Её перны-те... Слушайте, у меня предположение, или с ним чё-то точно не то, или у него, или он давно не загорал. Михалыч, ты жив вообще? Ну вроде руки шевелятся, значит жив, но ему точно фиговато, как я вижу. Так, Михалыч, ты, ты, главное, никуда не уходи, мы ещё свернёмся все, давай, это за мной. Это, 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 это точно твой отец. Пошли вот сюда, титикака. Слушайте, мелкий, ты беги к Леночке в мэрию, ну скажу, чтобы Леночка приходила за, за вот этим Михалычем, быстро, давай, побежал, побежал, побежал! Я чё-то вообще не понимаю, что с... Так, Михалыч, может, там уже валяется две недели, мы только сейчас узнали то, что ему плохо. А чё с ним произошло-то? Наверное, перетрудился на работе, побледнел-то так весь. Чей это может быть ребёнок? Это мелкая титикака, а? Рекламное агентство Шерафик. Я вообще не помню, когда мы в последний раз видели Людмилу, вот эту владелицу рекламного агентства. Наверное, тогда, когда ей поджёг вот это рекламное агентство, когда она мне плохую рекламу сделала. Слушайте, так может это Ёсен, титикака, давай иди сюда за нами, тогда мы тянуть не будем, все давайте заходи. Мёрткий, иди сюда! Леночку позвал? Чтоб Леночка отправилась сразу к этому Михалычу, ему там плохо. Быстренько, быстренько заходите, давайте по одному, по одному не стал... Да что ж ты-то будешь делать с этой такая же фигня? Слушайте, мы только недавно ветрянкой вот этой переболели, с ней опять какая-то дичь произошла, все начали заражаться. Так, отойди вот туда. Так, мелкий, ты опять иди и беги к Зеленой, скажи то, что чтобы после Михалыча она сюда прибежала. Я вообще не понимаю, что происходит. Каждый раз, когда... Она же две секунды назад только что на земле лежала. А сейчас её здесь не... Это что за дичь происходит опять в городе, а? Мать моя женщина! Ты наверх посмотри! Ядрит меня в ёпсель-мопсель. Людмила! У тебя спину походу защемило, тебя к потолку присобачило. Это быстро, это там... На шифте отходим, отходим потихоньку. Мелкий, ты вообще в окно можешь выпрыгивать вот туда. Медленно, отходим, отходим. Давайте, 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 давайте. Людмила, если нужна будет реклама, мы вернёмся. Ты бы к врачу обратилась. У тебя с печенью точно что-то не то. Ничего не понятно, но реально не то, что очень интересно. Очень страшно. Единственное, что я знаю, это отсюда надо сваливать так быстро, как только можно. Потому что и с Михалычем такая беда. И вот и с Людочкой, вот и с Людочкой, с Людочкой, с Людочкой, с Людочкой, моя Людочка. На шифте. Медленно просто берём и обходим вот так. Людочка, мы просто пришли посмотреть, как у тебя дела, не твой ли этот сын мелкий? Ты иди давай за мной, всё-всё. Людочка, Людочка, ёшкины пердожки. Мы бежим отсюда так быстро, как только можем. Давайте, 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 быстро, 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 пока нас не догнала я в душу. Я вот не имею понятия, что происходит. Вообще ничего не происходит. Это какая-то, это вторая волна красножопой ветрянки какая-то. Стоит там буток на неё, посмотрите. Всё, Людочка, спасибо. Гена, тебя не цапанули, она тебя никуда не укусила. Я чуть не сдох. А ну хорошо, это хорошо, что ты чуть не сдох. У меня такие переположения, что вся эта дичь немножко связана с тем, то, что вернулся папа Леночки Ветрянкиной, не? Или мне кажется, у него такая же серая кожа была, не? Пошлите за мной, да что ж ты-то будешь сатана делать, господи помилуй. Михалыч, ты или случайно повесился на этой лампе, или с тобой то же самое произошло, что и с Людочкой. Обходим его стороной, смотрите, чтобы он не сиганул оттуда. Я не знаю, что с ними происходит, но они, походу, любят вешаться башкой на какие-то предметы. Сейчас я вообще уже не знаю, что делать, честное слово. Ты как бы, Стёпа, пропрости вот эту земля-типуховик, но я не знаю, что против этого демона Михалыча делать, честное слово. Стыритус дивониус абдристакулус! Из Эди нечистая сила! Так, стоп! Так это чё реально получается то, что он вампир? Михалыч и Людмила их чё кусанул? Батя Елены Ветрянкиной, вот этот граф Дракула или кто? Слушай, Стёпа, а ты в курсе, что нормальные люди крестик на цепочке на шее носят? Ты почему с собой надгробие оттаскаешь вечно? Ты чокнулся? Мне с него удобнее, я привык к нему. Ну это первый раз, Стёпа, когда твой тупизм нам жизнь спас. Забирай это надгробие и пошли домой! Если не карантин, если не Франкенштейн, если не маньяк, если не зомби-апокалипсис, я думал, этой дичи нечисти всей не существует. Но вампиры японских рыч! Это уже какой-то новый уровень, честное слово. Ну чё, Титикака, походу поиски твоей семейно ненадолго откладываются, пока мы с этой нечистью не разберёмся. Ёберны-кокос. Субтитры создавал DimaTorzok